регулярно снимать и снимать о чем-то конкретном потому что люди вот я замечаю в последнее время болтология всем надоело это наш блог это наш блог люди хотят видеть какие-то реальные вещи как это все делается как это происходит там как это может помочь какие новые знания они могут получить вот исходя из того что они посмотрели только что поэтому динамика крайне давайте вернемся к парам я понял вы подругали наш блог а теперь серьезно здравствуйте дорогие друзья мы на первом топорина фестивале топоринг правильно да и пользуясь случаем мы в гостях музей топора в магазине рубанков нет с нами руководитель музея когда мы абсолютно руководитель проекта музей тысячи топоров нужно использовать рудольф рудольф будем спрашивать всякие вопросы не в попад мы опять будем пробовать играть в интервью посмотрим что получится пишите давайте советуете как правильно надо рудольф расскажите на пожалуйста расскажи нам про ваш музей я знаю что у вас гораздо больше топоров просто я видел ваш коллекцию я был у вас на складе в петербурге там просто были огромные ящики с топорами я так понимаю здесь не все конечно в витринах далеко не все потому что мы пока немного ограничены в пространстве у вас вроде много места много но это еще учебная школа это тоже нужно учитывать поэтому пока что музей наш располагается по этой линии соответственно это далеко не все но здесь представлены наиболее яркие предметы которые у нас есть наиболее интересные топоры наиболее приятные как бы полу для коллекционера и просто для глаза могу сказать что мы пытались более или менее разбить это по регионам для несведущего посетителя чтобы ему было понятно в каком регионе как выглядел тот или иной топор у нас есть даже немножко археологии в основном это все из крыма естественно но как им до из крыма ну как часто и бывает вот это традиционные скифос армадские аланские топорики начиная где-нибудь с девятого века и далее вот интересно тут бородатый топор прямо за такая достаточно большая редкость я не так часто вот эти бородатые топоры причем такого размера видел в руках держу первый раз тоже такой согласен но вот он у нас есть это тоже предмет гордости дальше у нас идет соответственно это ранее да это совсем ранее вот они лежат самом низу вот эта маленькая группка но это то что по литературе типа кирпичникова известно каждому это вот эти вот малыши боевые малыши кочевнические до кочевнический топорик а вот бородатый топор это уже более позднее значительно вещь кстати говоря именно он послужил прототипом для нашей серии рослова наши топоры 5 7 10 прообраз перед вами они не зря лежат рядом это уже позднее это уже среди такое зрелое средневековье вот мой когда делались начинали только это проделся нас тоже прям много модели был именно таких бородатых такая отсылка отсылка до к древностям к прошлому это что его в магазинах обычно просто не купишь большие производители это не делают это вот поэтому как бы я думаю и вы и мы но грана конечно гали зачем копировать гостовский советский топор если можно сделать что-то значительно интереснее тем более материала огромное количество на самом деле если начать копать если начать разбираться дальше у нас идет русь россия здесь у нас промежуточный период то есть где-то с 17 по 19 век начал двадцатого даже вот даже у нас есть белос русский белос для русского рынка на для русского рынка но правда это уже после российской империи это уже где-то год 28 наверное я потому что они перестали делать они перестали в 30-е где-то вот на этом рубеже но первое время она еще выпускалась просто клеймо немножко видоизменилась вот теперь написано билл назван брук на носе нет ни на рыбе не для советского рынка делали не русского нет это просто он производства оставались модель осталось почему ее не делать но потом это к сожалению это у них ушло все они пользуются популярность вот именно такого типа у финнов топоры но судя по объемам выпуска я думаю что вполне себе вообще русский топор его ценят именно в плотничьем деле особенно вот такие формы хотя финны это отдельная история то есть я не эксперт именно по финам потому что это отдельный мир но то что это выпускалась финнами но это о многом говори но они помогут прямо для сайте советского жирнока для для русского для армии для царской просто тут было по-русски заводов гильнец у нас есть несколько каких-то прав вот у нас да у нас только один уже он поздний уже нет для царя не от вашего магазина газе и дам газе совершенно замечательные у них очень хороший сохран вот очень такая приятная ручка получилось ну это я естественно ручки реплики а у вас есть эти родные ручки к именно к мангазеям нет к мангазеям к сожалению это все приходило в формате голов без ручек ручки не сохранились это такая реконструкция на эту ручку я прямо специально подбирали деревья чтобы да 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 но мы по возможности стараемся состаривать тоже потому что если вставить современную ручку потереть ну это не смотрится просто то есть если есть возможность там жучком до подобрать там обжечь ее там каким-нибудь специальным колером затонировать чтобы это казалось что старая ну это намного лучше получается например как вот это вот вот прям очка будто гейм сарая провалился да 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 это достаточно сложно просто мы из ясеня в основном делаем он с тонировкой там а что за эти топоры интересные вот такие с толстым клином мощным это полисадник это соответственно тоже армейский топор вот слива самый большой они использовались как валочные топоры ну по сути уничтожительный топор как я шучу уж между собой вот а справа справа валочный по-моему это демидов я не помню точно надо посмотреть по каталогу а что за заводы демидовские то уральские заводы какие-то ну да 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 вот вообще их их ценят потому что их достаточно мало да это редкость валчные топоры нашего региона это вообще редкость потому что даже в советского периода это редкость как считаешь почему так получилось что мало русских валчных топоров ну потому что перестали делать но это советские года в советские годы это просто перестали делать в годы российской империи ну они все сработаны ими же много работали поэтому их и мало тогда как читаешь то есть вот ну этот 19 до плясадники начал 20 18 17 как выглядел волочный топор 17 но так он газей мы берем мангазея более длинной рукоять можно как бы проследить то есть понятно сделать это никаких не каталогов ничего нет никаких описаний нет это не существует но мне тоже должно было быть и было какая-то разграничение было вот в книжке двуреченского очень хорошо вот эта эволюция прописана мангазейского именно топора вот действительно там есть у них спецификации различные вот но здесь мы отталкиваемся от того что у нас в руках у нас в вот вот такие как считаешь он как больше применялся как плотницкий топор или как палочный нет но у него у него носок отряда вот поэтому тут явно это по низки да это явно куда-то в сторону именно производства чего-то плотницкого тут если бы волочный он был более прямой и он потом когда углёный был ну да 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 это нет это вот эту плывет в сторону плотника их огромное количество то что надо понимать что стандартизации до стандартизации на двух одинаковых топоров даже примерно одного семейства их сложно найти а вот эти интересные которые прямо как бы с человеком следующий непривычно они прямо не обучать платье уж платье осик маленький но он уточен понятно очень сильно очень сильно спать его и получается как бы для теса но это теса да у нас в русском регионе же традиционного потеса одностороннего не было вот поэтому у нас вот скорее на базе издавали сюда одну чтобы если в европе были смещены до сами себе голову это как утра ну массово регионе как-то не добивались при помощи рукояти или чего нет рукоять не отведена отведенная рукоять это тоже немцы австрийцы там французы кто угодно у нас нет нас обычный топор ты всего вот просто меняя немножко меняется лопасть да вот особо длинные пятки там бывают особо длинная лопасть но нет все делалось одним обычным топором а там все равно если бы я думал что наоборот все-таки в русском бы территории россии все равно было какое-то разграничение что этот палочный топор это подистили портали как-то не ну валочные конечно валочные это другое все же от работы но вот такой спецификации по плотникам как европе как европе такого разнообразия нет ну вот здесь можно посмотреть на следующее витрине по плотникам например вот традиционно то что ассоциируется с россией это косимовский топор и то же самое это вот колокол так называемый это саперный ну сапер но на самом деле плотник тоже это оба плотники соответственно косимовский топор позаимствован у татар он очень очень сильно прижился на руси и остался с нами до сих пор потому что по сути можно сказать какой-то все равно регионально было все-таки там ну по волжью или еще что-то нет это все очень быстро распространилась потому что вот этот косимский топор он стал основным по сути после того как он появился и даже можно посмотреть на фотографиях от разных даже вот здесь фотографии с семенова это конечно ложкари но есть и многих других фотографий все в интернете мелькала не один раз там в руках у всех головы уставшие головы как раз вот этих косимовцев уточены уже но посажены вот на короткую ручку это то есть и на 6 ручка на выбивались но по сути да специально же никто не будет топор это дорого то есть устала голова уже короткое лезвие но все поставили вот эту косую ручку и вперед ножки до ложки те же вот это необычно здесь мы сделали ручку реплику вот с этой фотографии это у нас бортник который выдолбливает дупло для заселения пчел это дикий дикий дикое бортничество да вот традиционная она кстати сохранилась у нас на востоке еще насколько я читал вот и до сих пор люди этим промышляют вот ручка скопирована с фото а сама голова тоже сама голова вот идеально тоже подошла поэтому и решили сделать что тоже по фото видно что вот это она но же наклон они делали такие головы так это у нас там к сожалению клеймо съедено трудно прочитать но это же тоже такой уже поздний достаточно потому что он ровный чистенький это как это заводское уже я не скажу потому что к сожалению клеймо нечитабельно вообще проблема с этим большая очень плохой сохран и если нет клейма то понять еще откуда но есть какие-то базовые модели да это еще можно если что-то такое диковинное то тут надо уже сравнительным методом пользоваться а вот это справа ваш топор который мажайск да это наш мажайск соответственно это такая очень интересная вещь на рынке мы решили воссоздать саперный малый саперный пехотный топор российской армии российской империи именно малый потому что нам казалось что будет пользоваться в быту сегодня наиболее большим спросом профиль это малый саперный а вот про уши ну мы взяли с рижского ставить сталинского типа потому что все таки мы березой не пользуемся у нас ясень и вот как на оригинале огромное про уши под огромную ручку но это просто не нужно а в ясно листок формат ну говоришь это получается тоже для русской ну да 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 это вот импорт импорт делали а почему так получается что для русского рынка очень много делали за границы то есть и финны делали и вот кто-нибудь в таллине делать на прибалтика прибалтика делалось на производственные мощности свои хорошие то есть станки даже в 19 веке типа не хватало заводов которые просто по рыбам делать но много чего надо было делать надо понимать что вот до революции вот этот последний отрезок начала 20 века российская империя только-только начинала поднимать вот набирать промышленную мощь свою кто-то говорит что там недостаточно кто-то говорит что на самом деле было очень много но это все дискуссионный вопрос это спорно но значит только только начинал это все равно как начиналось это начиналось это потом уже советская власть это продолжила но база все равно было но импорт импорту это и есть импорт да потому что если есть кто может делать качественно и много почему нет кстати говоря в книжке нет иксы которые есть у нас в репринте в магазине там прямым текстом написано что самые лучшие стамески это английский да французский например то есть потому что непромышленным образом к 200 кавали штамповали на все все вот инструменты практически такого европейского образца это все импорт был а вот по стамескам пряду здесь в книжке сразу написано что надо покупать стамески peugeot да то тут тут все ясно какое-то массовое производство тех же стамесок стандартизировано это уже советское время пойдет в российской империи их не было нет но в российской империи было но это было но это все это минимально то есть плюс огромные переселить никуда в люди в основном будут в деревнях все делали себе сами чаще всего из того что есть до кузнец обслуживал как свою деревню не хватало конечно не хватало но в книге в книге написано что и все иллюстрации в том же нет иксе там все вот английские инструменты французские инструменты даже отрисованы то есть тут к сожалению был дефицит такой это все время это удивляло такая огромная культура огромные невероятно сложные там красивые пандемии архитектурные деревянного зодчества а инструментов такого такого богатства разнообразия инструмента все равно нету но это дефицит да это просто от и от качества жизни и от образа жизни к сожалению это влияет но вот советская эпоха решила с этим побороться поэтому вот кстати следующая витрина мы уже переходим советскому союзу советская эпоха с этим решила бороться и наштамповала топоров как автоматов калашникова я думаю хватит еще лет на 20 вот те же вачи и жмаши и то что было там до запрета артелей после сталина до в конце 50-х там вообще огромное количество кто это все делал опять же никуда не ушла прибалтика вон та же голова это завод посада вилковишский завод литва так что все это уже в огромном количестве появилась свое но опять же из-за того что оптимизация русский топор при союзе немножечко обеднел на формы еще больше то есть вот на это было связано просто акцию когда было огромный огромный да 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 оптимизация то есть нужна была оптимизация для экономии ресурсов для уменьшения стоимости и для повышения от объемов выпуска поэтому по сути осталось только два вида это вот то что и сейчас в магазинах продается от трудвачи вот такая форма и сейчас же то что как бы продают и жмаш кстати тоже до сих пор делает это и жмашки товаров сложнее найти магазине с дистрибуцией проблема вообще у всех постсоветских производств даже если они делают товар народного потребления это советское наследие что огромные проблемы с взаимодействием с рынком они просто не умеют в рекламу там дистрибуцию и так далее это ну все это говорят это оказались кстати электроинструмента вача по-моему везде они там в леруа мерлен да ну вача вача да более или менее в леруа мерлен они зашли кстати массово когда начались проблемы с импортом сейчас то есть все что в леруа мерлен стояла вот эти штабеля китайцев там потом появились штабеля вачи вместо них кувалдочки топоры ну вот это все базовая продукция а так это всегда было есть в крыму есть например завод но по электроинструменту правда вот это я не знаю знаешь не знаешь марка такая лепсия уши и мы это оборонный завод у нас есть свои болгарки они очень мощные и кара хорошая но их никто вообще не знает они делаются для завода нет они делаются на продажу но чтобы узнать о том что это существует нужно очень постараться потому что завод не умеет себя просто подать и выйти на рынок в этом проблема вот потому что они до сих пор идут по советским рельсам понятно да расскажи пожалуйста про эти топоры внизу вот эти необычные клепаные топоры но это такое советское ноу-хау это опять же был для это самое дешевое что только можно я думаю сделать с топором это массовый хозбыт туристический топорик то есть просто у нас стакан из свернутой полосы лезвие это уже закаленная железка просто она в клепана туда насквозь это делали в том числе как элемент обучения то есть это делали в пт у там уроках труда заводы это тоже делали их огромное количество потому что на барахолках сейчас они горами просто лежат и количество клейм на них оно значительное то есть это делали все а вот это что за топорик это же очень по-моему это из зипа это из зип набора что-то надо тут тоже с клеймом как бы его можно прочитать я по разному очень же для инструмент для лжения или на пойти а он немножечко мне кажется под шаманин вручную вот в данном случае по этому клейму если я правильно его читаю это транспортный харьковский завод транспортного машиностроения но вообще эти штучки из зип наборов к армейским автосредством и цвет не только армейским каким-то там был промышленным тоже а вот эти а вот расскажи про эти то парни обычно тоже связано самом деле себя раньше стал что это зарубежные зарубежные пара а вот авос выложены в советский это и есть советские но на самом деле это все копия с америки естественно но по внешнему виду то что в америке вот такой топор для плотника кровельника до такой рабочий рабочий дешевый топор для каркасного домостроения которое у них был и есть и будет я делал еще гипсокартончиков подобно топорик удалось это вот оно это скопировано соответственно оттуда и это топор выпускавшийся для шахтеров вот именно вот эти то есть это у нас опять же харьковский завод свет шахтера и андрей рассказывал про него как да и и у нас их два помладшая модель и постарше они чуть-чуть отличаются но это не звучит только один завод харьковский выпускал и поэтому их на самом деле не так много ну да но они ценятся потому что они кстати еще очень хорошего качества я каких-то кривых косых там плохих я не встречал вот сколько я их видела они все хорошие и соответственно вот этот ранний который после 72 года он отличался очень интересной окраской здесь сохранилась немножечко заводской краски это такая цвет цвет яичные скорлупы и вот перепели из яйца внутри вот такой вот куда зелено-голубой это для светоотражения насколько я понимаю но чтобы в темноте это был лучше видно чтобы легче было найти да чтобы легче было а вот это это в принципе кровельник уже потому что у него есть гвоздодер это делалось не дышать не для шахтеров это ленинград соответственно это копия я ну навеяна американцами ваганой тем же который делал строительные топоры это соответственно министерство авиационной промышленности имела серию заводов вот они такой выпускали в данном случае этот образец у нас где-то там от шестидесятых годов но вот эти кстати реже встречаются минами на виапром то есть это такие как доп нагрузка шла то есть она уходит через какое-то время их мало достаточно он тоже очень качественный вот сюда расскажи пожалуйста про эти топоры этого этого пошла уже это мы начали заканчиваем россию и европу мы начинаем внезапно со скандинавии но потому что время сегодняшнее требует это сейчас популярно модно ваши финские топоры пользуются большой популярностью и вообще во многом вы наверное принесли на массовый рынок вообще финский топор как таковой ну были другие микроизводители были до чем его были очень близкий интерес те же самим карьеру не прям необычные топоры да но я для себя в свое время открыл что русский человек вот где-то до последних десятилетий нескольких он вообще вот это не видел и не слышал и не знал то есть что такое финский топор я читаю например форумы архивы форумов когда какие-то даже двухтысячные годы наконец двухтысячных начало самое начало десятых там вопрос о я что это такое вот то есть для нас сейчас это очевидно тогда как нет это но самое верхнее левое это же получается щекарил это карел да это карел мы его сюда повесили чтобы он жил тут но это карелу значительно старше просто доиндустриальный да да ну конечно конечно по состоянию и по общей диаметрии видно это уже соответственно классика всех classic пошла это бильность соответственно вот у нас есть трехциферный это довоенный и есть у нас четырехциферный это попроще это послевоенный к сожалению послевоенных упрощенных у нас нету хотя хотелось бы просто повесить для сравнения которых и вся круглая это которые круглые вот такие вот ну опять же уже перед самым концом до самым концом до попытка снизить себестоимость поднять обороты у нас их нету но хотя есть я думаю за иметь его не составит труда их достаточно много в петербурге особенно а это все уже потес это да это уже пошли потесы соответственно вот самый тоже известный глазу это традиционный потес для выравнивания финский да для выравнивания бревнышек точнее уже даже не бревнышек а бруса он отличается в массивнейшим клином который и у него короткая ручка то есть он паза он работает только под своим весом и мне надо замахиваться он спокойно все стесывает и и получается ровно хорошо это финн это water links как это называют американцы состояние dead stock то есть абсолютно новые магазинного хранения но не распроданный привезли их три штучки а соответственно это по каталогам 50-х годов вот номер 81 там внизу 82 потесы но он не они тоже не односторонние они тоже двусторонние но они идут как потесы для плотника то есть у них даже вот название на этикетке можно почитать тиммерман то есть ну понятно плотницкий а расскажи про вот это очень интересно грандфорс грандфорс это у любого насколько я помню крупного скандинавского производителя и water links и грандфорс у них у всех были в свое время серии historical то есть исторические реплики соответственно этот потес он у них проходит как датский как датский тип и он продавался соответственно в качестве эксклюзивов то есть потому что здесь у нас есть клеймо мастера все эксклюзивные серии у грандфорс клеймились кузнецом который их делал а я думаю у них и у серийных моделей тоже типа кузнецом клейма отличаются клейма для серийных и для вот таких ограниченных серий они разные это все есть на сайте грандфорс у них есть раздел с клейма я видел злицо вот соответственно поэтому вот именно по такой форме клейма понимаем что это была серия historical да и соответственно вот можно атрибутировать по источнику одиннадцатого века это гобелен из боё известный в данном случае сцена показывается строительство кораблей перед нормандским завоеванием вот страничка со строительством то есть это тоже плотник здесь вообще вот прям самым любимым это очень большой объем занимает в нашей коллекции это все пришлось положить в одну витрину на чего не влезло все остальное это средиземноморье сборная солянка такая у нас то здесь мы имеем францию мы здесь имеем испанию португалию в принципе допустимо класть в одну витрину потому что заимствование особенно в пограничных районах заимствование там огромный это все топоры узкоспециализированы вот оно и пошло разнообразие да это все узкоспециальные топорики но разве что кроме вот этого потому что это трейд акции прародители и киношных томогавков и не киношных томогавков собственно вот это они есть и они до сих пор выпускаются для чего они использовали это топорик который легко можно носить с собой соответственно легко они все на обратный в сад это для подрубания цитрусовых каких-то там лозы да вот недаром кстати она на кучке лозы лежит и это пор самый дешевый стали наверно было чтобы его земли ковыряться по сути да то есть это неприхотливая легкая в обращении орудия для взаимодействия с той средой обитания в которой вот у нас средиземноморье находится ну условно прям топор который не должно быть ни жалко ничем то есть максимально грубая заточка максимально рабочий максимально новой и легкой обслуживание легкой эксплуатации соответственно их очень много производили огромные они были максимально дешевые и поэтому именно поэтому и но их и везли до их и повезли в новый свет как товары для торговли потому что это было легко сделать требования к качеству индийцев естественно еще меньше поэтому они стали еще более простые еще более жуткие вот но всех все устраивало в итоге вот как получилось что оказало влияние на массовую культуру на сегодняшнее производство расскажи про вот это красавцы просто у нас сейчас миша здесь стоял и он за это это франция и это и это и это это франция это бандарные потесы судя по всему для бочками да у них есть небольшой радиус то есть это их лопасть не плоская она чуть с радиусом ну вот этот еще пугнут немножко но там радиус тоже различался он может быть больше он может быть меньше вот это именно потесы да они могут быть не обязательно бандарные но если с радиусом то бандарные это по сути это карвинг в каком-то смысле это топорик да это топорик вот собатье но он не называется собатье это как бы из региона откуда его привезли это топорик который фигурирует в источниках на тех же черно-белых фотографиях самых ранних им вырубали первичные заготовки для вот тех же собой для деревянных башмачков и так далее то есть это по сути ремесленный топор вот средиземноморского образца и вот это тисло это уже тисло для того той же группы занятий соответственно да это все вот это ремесленное классе это вот классические ремесленные инструменты вот потому что все остальное оно конечно лесное или плотницкая мы очень должны проект поговорить на станет про этого товарища это очень важно особенно в сфере того что мы тут пытаемся начать соревнования проводить расскажи про него это для испании этот производитель это легенда это баски соответственно баскет отдельно прям народность но это свои культуры из своей традиции со своим сепаратизмом вот недавно люди которые там постоянно пытаются создать свою отдельную страну недавно кстати помню несколько лет назад последний раз выступали там пытались опять отделиться соответственно их топоры немножечко специфичные вот этот топор он стал прародителем тех топоров которые сейчас используются в киберспорте именно их не до их это вот нам приносил наш коллега показать свои современные топоры соответственно ну вот это видно что это все наследники не симашка 8 машки сергей симашки там большая прям коллекция нет это не это не симашка нет это другой человек он узнал о нашем мероприятии случайно не сегодня на 1 на днях вот он приезжал знакомиться и тоже у него они есть но это топор для специального стиля рубки то что баски рубят немножечко по-другому вот я тут для себя открыл очень много нового потому что я это например не знал что у них совершенно другой подход к механике вот этого дела тут век живи век учись говорите момент безумно раз как он ушел когда это огромные-огромные стадионы собираются футбольные люди болеют там болей за свои команды люди там прямо эти спортсмены это какие-то прям звезды у них ну вот и я надеюсь это все про рубку рубку топором я надеюсь что нам удастся нож не стадионы собирать но как больше привнести нотку серьезности в отношении вот к этим вопросам потому что это национальная культура в конце концов это потому что культура культура топора и топор для россии русского человека это очень важно да мы говорили про парадоксы когда говорили про русские топоры о том что почему при всем весе топора на руси почему там такой узкий модельный ряд грубо говоря невероятно сложно все делалось одним топором и достаточно обидно что сегодня этот топор он по сути он забыт такого не должно быть эти топоры и например те же трейд акции испанская фирма белота производит трейд акции до сих пор немцы производят свои топоры которых мы чуть позже поговорим до сих пор чехи производят но мы же делаем труд ватча делать да но труд ватча делать да как мы говорили максимально упрощенные версии низкого качества до низкого качества к сожалению ну то есть мы тут не то что кого-то ругаем это другое видео это не мой блог просто не то что мы ругаем просто мы понимаем что они делал топор максимально дешевый топор который должен стоить который вы на рынок выходит за 400 рублей и соответственно его и делают так чтобы он стоил 400 рублей и поэтому получается очень невероятно низкое качество а я у меня лично на самом деле стыдно я в марлен прихожу и висит труд ватча и висит китайский топор и они стоят одинаково и ты берешь труд ватчу нет тут же просто ручка сваливаться с головы лопасть просто погнута повернут винтом винтом и тут же лежит китайский топор который может стоить на 100 рублей дороже но он крепко сидит ровный и деревяшка гладкая то есть и тут написано русский топор там наш каким-то какой-то кириллис это выглядит это карикатурно крайне это очень обидно на самом деле так не должно быть не должно абсолютно мы понимаем даже не занимает нишу максимально дешевого топора и это должно быть такой да инструмент нужен должно быть он наверно рынке нужен но это уж чересчур ну не надо не заводить топор по сути до функции заточенного лоба потому что так таким инструментом таким топором хочется только просто доски с которым пока это дается ром цементом бозики не там перерубать и прочее по сути да то есть и по сути это просто демонтажный инструмент это говорил вы ковырялка лом ковырялка да но попоротни лоб ковырялка все-таки а получается вот такая несправедливость это крайне обидно и вот следующая витрина кстати это немцы я говорил про то что все европейцы делают свои исторические топоры до сих пор вот немцы не исключение здесь опять же потес строительный справа с медведем разошелся очень широко делается до сих пор эту форму делают даже наркс чехи абсолютно один в один он не меняется я вас магазин до сих пор еще мы делали свой пока он на паузе есть да у роды же чешки понесили немцы есть у нас есть два немца диктум вот кованые диктумы но он немножко другой у него нет гвоздодера он больше реконструкторский такой а это именно рабочий потес мульти инструменты два гвоздодера односторонняя за . то есть у немцев вообще культур потеса очень развита то же самое вот этот топор который любой китаец в магазине они везде они смотрят на нас там с маркетплейсов с витрин на рынках максимально дешевые да но что это такое это немец это традиционный немецкий топор рейнский там много было типов но тем не менее можно сказать что условно вот этот опору очень сильно повлиял как раз на них на условно американский топор есть такое что типа это прямо что он 19 веке начале 20 века был огромный рынок был но америке канады и то есть огромное там большое количество европейских заводов фабрик они переключились на сны это такое читал что не приключились на америку иначе потребность на рынке была в инструменте для нового света пока свое не раскачалась до повлияло конечно есть и заимствование как бы есть и какие-то схожести но вот этот немецкий топор это то что поглотила по сути весь мир то есть это максимально он максимально когда он очень легок в производстве у него очень приличный кпд при работе в принципе и эта модель в эпоху индустриализации стала всеобъемочек когда китайцы уже в наши времена начали выходить на рынке со своими дешевыми товарами они же в первую очередь даже в электроинструменте копировали немцев поэтому не удивительно что абсолютно все китайские топоры скопированы логично потому что не они хочет легко делать на массовом производстве хочет да ну и соответственно себестоимость никакая вот ну вот немцы делают мы это не очень похоже на трудачу я хочу заметить хотя это тоже массовый продукт это заводской топор но он он абсолютно нормальный ну ижевский заводный же это надо сказать что ижевские топоры насколько я знаю гораздо но они у ижевские да ижевские да они гораздо лучше и были те что сейчас производятся да там в ижевске но их меньше на рынке их нет у лира марлин их не жили да потому что видимо и объемы выпуска меньше да и ижевск наверное не сильно много зарабатывать с них поэтому у них наверное нет потребности в дистрибуции такой большой а немцы немцы в этом плане повлияли на весь мир расскажи пожалуйста про вот эти это просто невероятно необычно и этот ну это тоже по-настоящему впечатляет это немецкий уже совсем традиционный потес это гусиное крыло так называемая от формы то что очень похоже это плотницкий инструмент в данном случае это совсем старые образцы то есть это ну наверно даже начало какой-нибудь 19 если вообще не 18 век это плотники опять же чтобы превращать бревну в брус соответственно идет человек и протесывает такая длинная лопасть позволяет работать и точнее и эффективнее потому что они работают под своим весом и мне нужно участие лопасть длины и получается как бы чистота ну очень хорошим и наклон получаем да и соответственно это просто снимается большим ножом получается да да принцип тут же принцип тот же то есть это все тоже есть на немецких гравюрах вот эти все иллюстрации то они показывают как это как эти циммерманы работают традиционный инструмент расскажи пожалуйста про это это понимает и сапоги да это не так не сапог сапога у нас к сожалению в нормальном экспонируем состоянии нет то что есть я не стал выкладывать и скромности это тоже волчный топор но это берлинский тип так называемый это тоже классический немец очень узнаваемый то есть в отличие от того же рейнса у него нет носочка потому что он волчный да и вот мы даже видим что тут носик у него заточен завален и у того да 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 ну поломали они бывают тоже разных весов то есть вот это двух килограммовый 1250 тысяча их много соответственно специальный традиционный а сапог сапог это военный это простой достаточно именно первый мировой 2 мировой да то что это это из земли лезет вот на всех немецких позициях когда копают эти сапоги там их вагоны приданные как подразделению из инструмента он отличается тем что у него у него стакан продлён здесь как ничего не продлину здесь по классике нас вот у нас про уши на и все а там дополнительный усиливающий стакан вытянутый вниз трубкой так это как в каком-то смысле вот для визуала это как у финнов просто для большей надежности он военный а вот про эти расскажи топоры это же опять же тоже потёс это потёс да это правый левый они разные но эти отверстия расскажи это так называемый авст и потёс австрийского типа потому что по отверстиям можно четко сказать что это все-таки австрия не германия что это такое люди спорят до сих пор но я предполагаю что жизнь проще это просто чтобы на высоте или в ради удобства подвешивать это на гвоздик или за сложная форма это традиционная форма это геральдика я думаю что это оттуда идет они же любили украшать очень не винтом да это да вот этот кстати интересен тем что у него фиксирующий винт проходит через стакан дополнительно кстати не так часто встречается на традиционных это уже куда-то мы уходим далеко-далеко в двадцатый век это уже новшества такие а тут винтик тема потому и в витрине потому что это необычно так а вот эти это уже последняя наша витрина историческая это англия и соединенные штаты но это все плотнинский ой даже не подкидет и рабочие рабочие или домашние строительных и строительный вот когда мы говорили о шахтерском советском топоре да показывал ваган это серия супер стил мега популярная кстати ваган до сих пор выпускает инструменты я вот его не понял вот у нас он есть моим к нас судили у нас полностью погулял я не так вот прям он не понравился и так тяжело им работать да он тяжелый но я с вами баланс какой-то не тот для минут для меня было это от применения то есть это топорик для американского каркасного строительства то есть как-то в нашем регионе но если тоже каркасники строят может быть это может быть полезно я читал англоязычные сообщества вот на фейсбуке например там многие писали что вот такой топорик плотники носили с собой на с деревянный кстати говоря с деревянным на лезвийником по сути колодой такой длинный в которой встают топорик не вставляется ремешочком закрепляется и можно взять у собой на грится вмещено было чемоданчик а это получается прям практически молоток по сути за лезьем да да по сути это молоток зададер а гвоздодер насколько он рабочий потому что визуально не очень уверен нет ну почему если не надо ничего выковыривать глубокого а надо просто подцепить или что-то поддеть фаски сняты на заходе то есть почему нет но его функция как топора она вторична это все-таки это кровельный молоток да если тебе надо там тебя что-то не сходится тебе надо что-то там подрезать вот удобно а так это конечно чисто строительный инструмент но их огромное количество не огромное да огромное все по американские производители их делали все каталоги усеяны миллионом моделей с насечкой на молотке без насечки на молотке там по весам распределение то есть их их море их абсолютно и море расскажи про эти пертопоры вот это особенно интересно это тоже американская легенда фирма пламп которую американцы очень любят они ее любят коллекционировать и очень много осталось существует пламп в этом виде нет это в америке как все-все-все купили в итоге и если до лексику там еще куда-нибудь уже кстати мексика который труппер сейчас называется вот этот завод это в каком смысле наследие вот этих теле вот насколько я знаю но опять же в наше время это все делается на аутсорсе конечно родных производств мало это удел вот частных кузнецов это пожарно это пожарный лесной топор то есть это по рейнджера топор для леса то есть у него не только вот валочная часть есть у него еще матышка сзади то есть рубить корни там вы что-то выдергивать из почвы и и так далее универсал но так это именно он называется пуласки то есть у него свое название это такое американское ноу-хау а это уже вашего а это наша да это наша витрина наших образцов это то с чего петроград начинал то есть соответственно как и вы здесь первые наши модели это навеянные классическими скандинавскими производителями то что вот одна из наших моделей то здесь узнается серия готланд которая была известная соответственно вот тоже плотник который был у всех отходом гранд форс хультофорс все на свете его делали вот мы тоже с этого начинали мы это все проходили когда мы пытались проверить а можем ли мы делать топоры сейчас конечно у нас уже продукция более авторская мы придумываем сами пытаемся тоже вносить какие-то изменения вот тут можайск который мы смотрели в начале это вообще наверное лучшее что было сделано за этот год прошедший русская тема она неисчерпаема так что я думаю это не последняя модель а вот расскажи еще про эти которые что это расскажи про разнообразными и австрийцами так как у нас в коллекции их ну так получилось что их больше всего то сразу делали покупали да это просто был один очень большой лот состоящий из немецких топориков во многом я вижу что это была коллекция клейм то есть это была коллекция не столько форм сколько клейм немецких производителей это все в огромном количестве лежит это все надо чистить раскапывать но здесь мы можем видеть практически вот все наиболее употребимые в нермании в австрии образцы то есть например всем известный немецкий саперный армейский урок у него был грузодер на когда у него бы их часто либо отсиливали либо они не осламывались да то что мешало но это я думаю каждый его видел соответственно здесь их несколько штук вот кстати говоря живым госдодером у нас тоже такой есть с отломанным да еще есть такой интересный топорик маленький который явно где-то когда нам его давали сказали что это окопный маленький топорик окопный на первую мировую войну и он явно переделан то что из этого где-то какие-то мастерских переделок до переделок много это порой и затрудняет атрибуцию кстати говоря потому что когда это еще все полежало в земле следы следы мехобработки кустарные они тоже стираются и там трудно понять бывает это что а что это за зверь такой вот ну например не здесь еще верхний герцинский топорик тоже это такой прям почти почти французская какая-то да это немецкая ноу-хау это горный топорик то есть они достаточно тяжелые все и у них такой ярко выраженный нос кстати мюллер насколько я помню немецкий производитель он до сих пор делает к вопросу об исторической преемственности и том что не забыто в европе это все не забыто ну и дальнейшие всякие вариации бесконечно этих потесов там в том числе с гвоздодерами то есть не американцами едиными вот по сути то же самое андрей я вот понимаю я же правильно понимаешь это вообще не все у вас огромное количество других щитопоров это не в санкт-петербурге да есть 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 в санкт-петербурге часть осталась на основной экспозиции музея который там находится как дополнение часть лежит в запасниках потому что их нужно атрибутировать реставрировать не приводить в экспонируемый вид скажем так а здесь мы собрали наиболее яркие до яркие репрезентативные образцы то есть по ремеслам по формам по регионам конечно хотелось бы ранжировать чуть пошире но нужно чуть больше места я надеюсь это вопрос ближайшего времени вы здесь хотите сделать сюда помню да да надо бы добавить конечно несколько витрин как минимум потому что например для раздела ремесел все-таки место нужно больше хотелось бы делать тематические мини-выставки выкладки вот мы наш мечтаем тоже сейчас о своем музее как мечтаем собираем коллекции хотим свой ну тоже музей у нас в катеринбурге собрать музеи или просто какой-то зону выставочная но мне знаешь мне безумно интересно так найти фотографии с производства чтобы были какие-то фотографии мастеров производства воду в котором их делали даже больше что на самом деле интересно не топоры а сами эти производства люди которые люди и машины которые делали это это нужно не протали вы это нужно лезть в архивы кстати можно обратиться к тем же watch и ижевским заводом у них же свои архивы есть возможно там что-то может быть они предоставят доступ но это архивная работа как часто у вас бывают посетители вот именно в музей то есть это прямо можно просто прийти магазин что-то купить есть нам да затем мы совершенно не никому не препятствуем и даже если покупатель просто пришел зачем-то он хочет посмотреть приходи пожалуйста смотри задавай вопросы а есть люди специально идут музей есть есть приезжали специально любители топоров в основном то есть пока что просто интересующихся диковинкой достаточно мало но специалисты уже видят специалисты уже приезжают реально все больше и больше да да динамика в принципе есть динамика есть и она позитивная то есть люди начинают за просто интересоваться тихо оборота что школьников ликвид из большие группы сюда приезжают школьники были у нас несколько раз вот это вообще отдельная тема сложно да с ними но это госсектор с ним всегда сложно но если их заинтересовать по сути ремесленное направление вот сейчас как именно культурный объект да как развлекать как разлину даже не развлекательно это скорее к вопросу о изучении собственной истории мне кажется должен через развлечения да обучение через развлечения это 10 лет уже этой концепции в среднем это так и называется это тоже но это извне к нам пришло конечно но это хороший формат то есть классно когда дети сюда пришли какие-нибудь лоски там да 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 в этом этом и суть да и про топоры и они сохранилась в голове что это интересно это увлекательно самое интересное что поговорим с детьми вот в тот раз когда они приезжали очень интересное открытие у детей к сожалению тоже вот топора даже не ассоциируется с чем-то ржавым что лежит у бабушки в сарае им иногда ломают ветки дрова у них топор уже ассоциируется исключительно с фэнтези и с отрубанием голов то что каком-то доставы топоры палача это это гал это у нас по моему кто это это нидерланды какие-то или кто-то в этом роде это ну по сути туристический сувенир потому что есть такой там сегмент товаров стаканы вот эти вот современные трубы лодки оригинальные на их клеем и даже бывают они сваривают и делают вот такой достаточно забавный сувенир который прикольно выглядит вот но при этом он не лишен какой-то своей аутентичности из-за того что лопасть все-таки оригинальная поэтому так для привлечения внимания очень хорошая тема спасибо большое за рассказ вам спасибо что смотрите подписывайтесь на наш канал и самое главное приходите в гости в музей топора тысячи топоров тысячи топоров музей тысячи топоров невероятно круто и интересно и вы сможете все это посмотреть послушать в нормальном формате не так как сейчас на видео когда есть время перебивал удольфа пытался потому что время ограниченное я пытался все таки чтобы максимально быстрее побольше всего показали а если вы сюда придете вы все это сможете посмотреть их чтобы даже пощупать наверное и даже что-то купить потому что тут же есть магазин невероятно крутой невероятно интересный прям потрясающим магазин с инструментом очень высокого качества приходите на экскурсию мы вас ждем привозите группы звоните договориться с рудольфом и я думаю все от маленького от малого до велика все будут счастливы и рады довольны в общем большое спасибо спасибо вам